Добрый вечер! Один из самых сложных, наверное, от рыбков, да, это от Луки, глава 16, стихи с 1 по 9, пожалуйста. Послушаем Евангелие. Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе, дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам в себе, что мне делать, господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, сколько ты должен, господину моему. Он сказал, сто мер масла. И сказал ему, возьми твою расписку и садись скорее, напиши пятьдесят. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он отвечал, сто мер пшеницы. И сказал ему, возьми твою расписку и напиши восемьдесят. И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Да, так вот из самых раздражительных нашего понимания. Думаю, что вам тоже многие люди вопросы такие задают. На первый взгляд кажется, как будто хозяин до этого дома, имения, похвалил за мошенничество. Но такого же не может быть. Что же здесь не так? Регулярный вопрос об этом отрывке Евангелия регулярно возникает уже в течение многих лет. Спрашивают, спрашивают. И я, наверное, самый из таких труднопонимаемых людьми, читающими Евангелие. Конечно же, здесь нужно понимать, что Господь о духовном смысле всегда говорит всех происходящих событий. И с точки зрения спасения души относится ко всем событиям жизни человеческой. Ну и, естественно, эту притчу, взятую из жизни также. Господь не просто так сказал апостолам, через них нам всем. Но для того, чтобы научить нас правильно относиться к тому богатству, которое здесь, в этом мире, нам иногда приходит, иногда уходит, иногда мы должны становимся, иногда нам кто-то должен становиться. То есть здесь Господь нас научает правильному отношению к временному богатству, данному нам, в общем-то, во временное пользование. И, ну, если, так сказать, рассматривать с этой точки зрения нашу жизнь, то мы поймем, что, в общем-то, ну, как купец. Он же не товары ради товаров и не деньги ради денег, а приобретает. А для того, чтобы увеличить свой доход и расширить свою деятельность, он вкладывает из одной в другую, из одной в другую, так сказать, позиции своих продаж. И таким образом расширяется. Вот так и мы здесь, в этом мире, должны акцентироваться не на сборе средств, там, финансовых или материальных средств, а на сборе духовного состояния души. Вот именно это мы отсюда только и вынесем. Все остальное мы голыми сюда пришли, голыми мы отсюда и уйдем. И ничего с собой не захватим. И поэтому человек, проведший всю свою жизнь в собирательстве таком материальных благ, ему будет очень горько с ними расставаться. И, что самое страшное, он поймет в конце своей жизни, что всю свою жизнь потратил впустую. По этой притче, да, кто здесь вот образно, да, человек богатый, кто подразумевается? Ну, господин этого человека, то есть управителя дома, это подразумевается сам Господь. Управитель – это обычный человек, а должники… То есть каждый человек, да? Каждый из нас, да, мы все в Доме Божьем, то есть в этом мире существуем и пользуемся какими-то благами этого дома. Благами, да и сама народная душа, и тело тоже от Господа, все. И так можно рассматривать даже, ну, если, как есть такая даже поговорка, храм не в бревнах, а в ребрах, да, то и наше тело является Домом Божиим, и, соответственно, мы и там являемся и управителями, и должниками одновременно. В нашем внутреннем храме, Доме Божьем, нашего тела, нашей души. Но проще здесь разобрать эту бричу на большом внешнем Доме, то есть на нашем мире материальном, в котором мы живем, и в котором есть сам Господь, конечно же, который дает все нам, и потом спрашивает, как мы воспользуемся тем или иным даром, который он нам дает. Вот с управителем нам понятно, что мы управляем, да, собой, а должники, в чем мы должники? Значит, должники, если брать людей, живущих в этом мире, то мы, в общем-то, должники во всем. То есть мы даже дышать не можем без благодати Божией, не то что там кушать там или делать какие-то добрые дела. Без Божьей помощи мы ничего не можем, и мы не имеем никаких талантов, которые бы нам Господь не даровал. Об этом есть и другая притча, там, о десяти талантах. Вот, и здесь это как бы продолжение, оттуда исходящее, поэтому мы должны Богу, но в любом случае добрыми делами. Господь говорит, что мы должны искать Царство Небесное, остальное все нам приложится. Он сам это обещает. Если мы не ищем Царство Небесное, то есть не в другом месте, он говорит, Царство Небесное нудится. Значит, мы, если не принуждаем себя к поискам Царства Небесного, то мы уже должниками становимся. Но если разобрать конкретно по тексту, то здесь речь идет о долге масла, сто мер масла и пшеницы, сто мер пшеницы. Но если с духовной точки зрения смотреть трактовку Священного Писания как елей, что он подразумевает в других местах Священного Писания, то это милосердие, конечно же. То есть елей он смягчает, елей он так вот напитывает, он всегда благотворно воздействует на тело. И здесь сто мер елея мы можем подразумевать под тем, что должники Бога – те, кто не делают дело милосердия. То есть это по отношению к другим людям, да? К другим людям, конечно же, да. Но есть милосердие к самому себе. То есть если человек не спасает свою душу, то он не милосерден к самому себе, к своей собственной душе. И здесь также он становится должником, потому что Господь ему дает во временное управление тела для того, чтобы делами милосердия свою душу привести к Богу с делами добрыми, чтобы Господь, увидев наше милосердие, воздал нам также место с милосердием. Какой меры ты меряешь, такой меры тебе и отмеряется. Еще есть одна фраза из Евангелия, здесь она тоже очень подходящая. Но если брать пшеницу, то хлеб животные даю вам, да? То есть в виде хлеба Господь дает нам свое тело и кровь, то есть причасть, то есть жизнь, пшеница – это, я думаю, покаяние, без которого невозможно причащаться. И если человек делами милосердия, делами покаяния не спасает свою душу, то он становится должником. Причем мы видим здесь по-разному оценивается даже стоимость елея, то есть тут простил 50% долга, да, вот управитель, а неправедные. А пшеница всего лишь 20%, то есть покаяние, оно более дорого пред Богом, чем милосердие. И здесь мы тоже это можем понимать тем образом, что милосердие иногда делает человек не от любви к другому, не от жалости, а от тщеславия, например, из-за гордости. Дела милосердия творят. А вот покаяние сделать из-за гордости или тщеславия невозможно. То есть если человек кается, он кается, и поэтому оно пред Богом более дорого, и поэтому здесь всего лишь смог переписать записочку эту долговую, всего лишь на 20% уменьшив этот долг пред Господином, то есть перед Богом. Ну и если брать у правителя, который это все делал, то есть священники, например, которые также могут переписывать долговые обязательства должников Господа путем исповеди. То есть списывание грехов? Да, все грехи, которые человек согрешивший исповедует, они с него снимаются. Даже все эти убийства или блуд, или чревогодие, или какие-то другие, кроме греха Хулына Духа Святого, все грехи прощаются, ну и кроме, конечно, самоубийства, потому что после него покаяние уже невозможно, человек уже умер. Поэтому мы можем свои долги по этому вот слову этой части Евангелия списывать и уменьшать. Но это же также может касаться и долгов умерших людей, потому что дальше в конце фраза звучит, чтобы приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они приняли вас в вечные обители. В вечных обителях кто нас может принять? Только те, кто уже умер. И, соответственно, те должники, которые уже ушли из этого мира с долгами, то, оказывается, судя по этой притче, мы, оказывается, и у них можем списывать долги. Именно на этом основывается то, что мы можем вымолить тот или иной грех у умершего человека, и он будет спасен пред Богом. И, ну, те же самые долги, что нет дел милосердия, нет покаяния. Таких людей очень много умирающих, которые без покаяния, без исповеди, без причастия умирают, без добрых дел, то есть жили только для себя. Соответственно, у них по полной программе 100% нету милосердия дел и 100% нету покаяния дел. Естественно, эти дела как можно им списать, если их уже нету здесь, в этом мире? Они уже туда перешли, они уже умерли. Оказывается, можно им, судя по этой притче, списать их долги через то, что, вот опять же, управитель может их снять. Каким образом? Переписав ту самую книгу жизни, ту самую долговую расписки, переписав, священники именно это и делают, когда вынимают частички на проскомедии, когда молятся. Да и сами люди, родственники, когда читают псалтырия о покоении или подают милостыню в память о усопшем, они точно так же, ну, милостыню они так же восполняют дела милосердия этих людей, а чтением псалтырия или там канона по усопшему, они так же восполняют его покаяние. То есть, они как бы здесь молитвой каются за того человека умершего. И через эти молитвы Господь ему прощает грехи, не милосердия и не покаяние. То есть, вот такие интересные моменты, то есть, очень, так сказать, оптимистичная вот эта вот притча, которая нам дает понимание очень глубокое, как мы можем изменить судьбу вечности умерших, ну, и живых, конечно, потому что то же самое, все это касается и живых. То есть, мы можем и за живущих людей, которые согрешают, мы также можем за них и милостыню подавать, и также можем за них читать псалтыри или там покаянный канон, ну, то есть, что-то о здравии, за них молиться. И таким образом мы им, еще живущим в этом мире, будем помогать и восполнять их долги пред Господином мира сего своими молитвами, своими добрыми делами. Мы сказали, что вот священники на проском виде вынимают частички, да, и умывают, это, наверное, одна из величайших, да, таких вот треп, можно сказать, да, когда священник умывает грехи, да, называя имена, да, в крови Господней. То есть, это эти самые заказные записки, которые люди подают. Да, это когда человек, ну, есть два вида записочек. Записочка, ну, например, о упокоении простая и заказная. Простая записочка, это просто вычитываются записочки, имена все вычитываются в алтаре во время службы. То есть, не обязательно, что это священник, а вообще кто в алтаре находится. Ну, священник, он не может все записочки сам вычитать, это просто служба, ну, она на полдня растянется сразу же, да. Поэтому есть, благословляются там люди, которые читают эти записочки, а священник общую молитву читает, разрешительную, да, и это все, так сказать, также идет во благо тех людей, за кого эти записочки читаются. А есть записочки заказные, которые сам священник берет и поименно вынимает за каждую из просворок частичку. Ну, допустим, Михаил, Иван и так далее. И вот там эти частички потом влагаются в чашу с кровью Христовой, и таким образом омывается каждый человек через эту частичку, омывается его душа особой благодатью Божией, вот, проскомедийной такой, да. Она только крещеной, да, закрещеной. Вынимать частички, да, проскомедий совершать можно только за крещеных и за людей, которые не были самоубийцами. Вот это надо четко знать. И писать людей другой веры, там, или самоубийцев в записочках заказных нельзя. А если, например, бывают такие ситуации, когда человек, ну, мы знаем, как мирское имя, да, есть в крещении, когда, например, мы не знаем имени человека, который же умер, да, его в крещении, если просто мирским именем. Ну, уж как-нибудь его надо все равно вставлять, что знаете, а Господь все равно ему это даст, потому что, ну, Господь же, Он высшая премудрость, и уж если мы понимаем, за кого частичка вынимается, то Господь же тем более это все понимает и знает, и знал до рождения нашего, что это все будет происходить. Поэтому тут, значит, пишем, что знаем, то и пишем, какое имя есть, хотя бы так. Да, еще вернемся к притче, да, Господь говорит, что приобретайте, друзья, себе богатство неправедное. Что здесь богатство неправедное? Ну, это как раз речь идет о том, что те средства, которые в этом мире нам принадлежат временно, да, ну, материальные средства, речь о них идет, это все неправедное богатство, почему оно является неправедным? То есть деньги, материальные имущества, какие-то одежда там или еда и прочее. Почему это неправедное, казалось бы, но чем еда неправедная или там чем деньги неправедные? А тем, что все это приходящее и тем, что это с собой не возьмешь в тот мир. В тот мир только праведные входят богатства, то есть все то, что Господь вкладывает в душу человеческую, духовные только богатства туда идут, это праведные. А то, что истолевает, то есть деньги, материальные вещи, пища, какие-то подарки, это все здесь остается, и оно все неправедно. И, соответственно, если мы с помощью этих неправедных богатств, с помощью денег, с помощью, там, подарков, там, каких-то, там, одежды, там, или еды, или еще какого-то дела милосердия, мы их, можно сказать так, конвертируем из неправедных в праведные, то есть мы отдаем свою одежду, ну, раздетому человеку. Соответственно, мы совершаем дело милосердия, и эта одежда, которая от нас уходит, ну, казалось, ну, чего я получу, я ничего материального за это не получаю. Но духовно за это человек будет награжден. И в этом мире, и в том, после смерти особенно. Вот это и есть, если по сегодняшнему, так сказать, терминологии, конвертация из неправедного богатства в праведное. То есть мы из материальных наших богатств делаем духовное богатство. Ну, наверное, можно толковать эту притчу, как и прощение грехов другим людям, да, это тоже дела милосердности, получается? Ну, естественно, все, что касается лично меня, как должника пред Богом, да, я должник также и в делах милосердия, и в делах покаяния я тоже должник. И, естественно, если я по милосердию, там, прощаю кому-то, то это, конечно, дело мне вменяется. То есть лично моей душе, то есть я сам свой долг покрываю тем или иным делом милосердия. Также, если я каюсь, там, читаю молитвы покаянные или на исповедь особенно, прихожу на исповедь и раскаюсь в своих грехах, то это также меняется мне, то есть с моего счета, можно так сказать, духовного счета, списываются эти грехи, эти долги пред Богом, и мне Господь прощает многие согрешения. То есть это все как многих людей, так и каждого лично касается. У нас есть звонок, послушаем? Да, послушаем. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, почему рождественский пост в народе называют филипповским? Да, спасибо за вопрос. Так сказать, он по теме, так как сейчас как раз идет этот пост. Да, кто не знает, что с понедельника пост начался уже. Мы постимся уже с понедельника, да, и до Рождества продолжаем поститься. Ну, рождественский он, потому что предуготовляет нас к Рождеству Господа нашего Иисуса Христа. А филипповский, потому что именно в этот первый день, да, празднуется память апостола Филиппа. То есть заговение происходит, да, то есть накануне как раз 27-го. Ну, то есть вот в этом году, это воскресенье было заговение, апостол Филипп, с понедельника мы постимся. Ну, так как привязывался, да, вроде привязан к апостолу Филиппу, и так филипповский пост. Да, так филипповский называется в честь апостола Филиппа. Почему это апостол Филипп, мы знаем, да, Петра Павла отдельно выделил, да, церковь. Вот, и почему это апостол Филипп, вот почему так вот он отдельно, кто он? Ну, мы апостола Филиппа видим, что Господь призывает его третьим, так сказать, по счету. То есть Андрей Первозванный, Андрей там Петра зовет, Филипп, следующий из апостолов, которых сам Господь призывает, иди за мной, да, и он последовал за Господом. Тренис одного города все, да? Да, они все жили в Вифсаиде, то есть они все были галилейские рыбаки и, ну, знакомые друзья, я так понимаю, по этому деланию, по рыбалке. Этим жили они, промышляли, это их была профессия. И, соответственно, Господь его предизбирает еще, ну, заранее, конечно же, ведая о его внутреннем устроении, о его таланте, заложенном от рождения у него апостольском таланте. Сам Господь в него его и заложил. И потом избрал уже из всех. Ну, а он уже, сам Филипп уже зовет Нафанайла, который в дальнейшем также с ним идет с проповедью по Малой Азии по всей. И все они погибают не своей смертью, мученической кончиной за проповедь Евангелия. Те, кто не знает, что вот все апостолы погибали в связи с тем, что их кого-то распинали, кого-то там копьями закалывали, кого-то там по другим каким-то там моментам. То есть многие различные смерти претерпели все апостолы и умерли не своей смертью. Так сказать, мы в этом видим, во-первых, их величайшую веру и любовь к Богу. Во-вторых, мы в этом видим, что сами они ничего от проповеди материального ничего не получили, а только смерть обрели. Это я отвечаю тем, кто... Некоторые говорят, что это все было сделано самой Римской империей для того, чтобы легче управлять народами. Ну вот зачем же тогда Римская империя убила всех проповедников? А сейчас до сих пор даже дошло такое мнение, что многие неверующие люди даже в знак своей отговорки, да, церковь, говорят, ааа, церковь, она легко управляет людьми. Да-да-да, это вот выгодно государству, это вот для управления, да. Почему тогда все государства практически гнали православных? Ну, только когда началась уже эпоха православных империй, то есть это Римская империя стала православной через 300 лет гонений, потом Византийская, а в ней также были гонения через какой-то период. Один правит император, он хорошо относится к православной церкви, в другой приходит, начинает гонения, то есть уничтожать православных. Ну и также Российская империя тоже был период гонений. Если так хорошо управлять людьми, зачем же тогда Русскую церковь уничтожали, начиная с 1917 года и потом еще там несколько десятилетий все это происходило. Ну и кроме того, нам нужно тоже быть современным христианом. Всегда история повторяется, и Господь сам говорил, что христиане всегда будут гонимы, потому что сейчас мы, слава Богу, живем в такое время, когда он все президент, вот, и все, вся страна православная, да, но мы не знаем, что будет лет через 10. Поэтому всегда нужно быть готовыми к мученичеству. Совершенно правильно, мы, так сказать, не можем зарекаться ни от тюрьмы, ни от сумы, то есть в любом случае сам Господь сказал, меня гнали и вас будут гнать, меня слушали и вас послушают. То есть мы здесь абсолютно четко повторяем жизнь, земную жизнь Христа. Каждый из нас так или иначе, но испытывает на себе какие-то гонения за православную веру. Ну, может быть, не государственные, слава Богу, сейчас, милостью Божией, вот период такой благорасположения государственного к церкви русской православной. Но вот буквально несколько десятилетий назад были жесткие гонения, и Хрущев, управлявший на тот момент Советским Союзом, он сказал, что я в 80-м году покажу последнего попа. Ну, вот, слава Богу, Господь не допустил этого, но тем не менее такие заявки были. Да и сам Господь сказал, что церковь будет, несмотря ни на что, существует до скончания века. Да, да, то есть врата адовы не одолеют ее. То есть мы будем до второго пришествия Христова, на земле будет обязательно православная церковь. Это условие спасения людей, желающих, выбравших этот путь. Господь не может закрыть эти двери, поэтому Господь сохранит свою церковь до своего второго пришествия. Всем желающим эти двери будут открыты. Но это не значит, что не будет гонений. Гонения будут, и антихристовые гонения будут, и, может быть, еще какие-то гонения. Ну и кроме того, да, как святые церкви говорили, что в последние времена будет то, что именно внутренние наши скорби, внутренние искушения, то есть бесовское воздействие даже не среди людей, а именно будут внутренние, да, такие скорби. И самое главное, что нам всем сейчас задача современных христиан – это сохранить и дальше пронести православную веру. Но мы, конечно же, имеем такую обязанность, можно сказать, что нам передали наши деды и прадеды и отцы эту величайшую ценность русской православной церкви содержать и нам, и передать своим детям, внукам, правнукам, чтобы оно также передавалось. И, в общем-то, если так рассуждать, то цель существования государства российского – это содержание истинной православной веры. То есть само государство российское создано Господом на фундаменте православной веры, князем Владимиром. И с того момента оно стало развиваться. Из разрозненных племен славянских была собрана величайшая империя православная, которая сейчас существует. Ее по-разному называли, там, Российская империя, Советский Союз, сейчас Российская Федерация. Но суть внутренняя, суть, она одна и та же. Это сохранение православной церкви, сохранение православного мировоззрения со всеми нравственными, моральными, духовными заповедями Христовыми. Что, собственно, и сейчас происходит. Это даже в Конституции сейчас президент внес этот закон. И что мы, закон о нравственных ценностях и религиозных ценностях, этот закон присутствует уже в нашем законодательстве. Поэтому здесь трудно, как-то, так сказать, найти другие цели существования Руси, нежели вот эта основная ее цель – сохранение истинной православной церкви. Да, пока мы будем хранить православную веру, Господь будет с нами. Вот к апостолу Филиппу, да, еще вот в Евангелии, да, отрывок такой, когда мы помним, что он Господь сказал, покажи нам Отца. Да, и в этом плане тоже апостол Филипп отличался таким особенной проникновенностью, да, другие апостолы как-то они по-другому несколько рассуждали, размышляли. Ну, мы помним, как Иоанн Богослов с Яковом, да, они просили сесть слева и справа от Господа в его царстве. Мама их, так сказать, пыталась... Ну, в одном месте мама, в другом они сами вроде как, да, да. Да, 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 значит, соответственно, вот, то есть кто чего искал. А вот Филипп, он был так вот проникновенный муж, и он вот размышлял, наверное, хотел все-таки, но если Сын Божий такой вот имеет удивительный облик и удивительные дела, то насколько же величие имеет Отец. И он спросил Господа Иисуса Христа, покажи нам Отца и довольны нам этого. На что Господь ему ответил, если ты видел меня, видишь, то ты видишь и Отца моего, потому что я в Нем, а Он во мне. То есть такая единосущность была открыта, да? То есть, да, Филипп нам раскрыл своим вопросом, невольным или вольным, вопросом он раскрыл то, что Троица, она из трех лиц единосущная и нераздельная. То есть там, где есть Сын, там есть и Бог-Отец, там есть и Дух Святой. И за это, конечно, его отдельно память празднуется. Ну, конечно, и память других 12 апостолов празднуется, там Матфея празднуем, ну и Якова, ну и так далее. Поэтому здесь мы можем совершенно спокойно понимать, что Филипп, он внес очень много своего такого важного в Евангелие. Ну, кроме того, он же еще и переживал за тот народ, который пришел там более 5000 человек, когда их накормил Господь пятью хлебами. Вот, и двумя рыбами началось это с чего? Что Филипп стал беспокоиться, а что они будут кушать здесь? Что их надо отпустить, чтобы они в соседние деревни пошли, что-то себе купили, потому что уже там... То милосердие, с которым мы начали, да? Да, то есть мы видим в этом милосердие у Филиппа. То есть он настолько, опять же, вдумчиво подходит, что он беспокоится, он пытается организовать как-то и социалку, как это сейчас называется, социальные какие-то потребности людей оформить. То есть нужна вода, нужна еда, нужны какие-то там элементы отдыха, ну и прочие необходимые элементы. Поэтому он с этим вопросом подходит к Господу. И еще один момент в Евангелии, связанный с Филиппом, когда греки уже пришли в Иерусалим, тоже наслышанно у Спасителя, о Иисусе Христе, но из-за большой толпы они не могли подойти к самому Христу. И они обратились к Филиппу, чтобы он их провел. Видимо, взывал доверие такое внешнее. Ну да, наверное, им посоветовали подойти к нему, потому что все знали его как вот такого сердобольного, как это сейчас мы можем назвать, такого участливого человека, который всегда с пониманием относится к просьбам людей. И вот к Филиппу они подошли, и Филипп уже с Нафанайлом их подвели к Господу. У нас есть звонок для зрителя, послушаем. Послушаем. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Добрый день, Галина, добрый день, батюшка. Добрый вечер. Друзья, пожалуйста, вот зачем Евангелие подробно описывает радосудие Господа? Столько неизвестных имен? Спасибо за вопрос. Ну, действительно, вот читаешь, и вот там целая глава, просто вот одни имена идут. Имена, имена, имена. И для нас это уже не столь, наверное, так вот важно, насколько это было важно тем жителям Израиля, когда эти Евангелия писались. Потому что у евреев в Ветхом Завете было предречено, что придет от рода Давидова Мессия, это еще Моисей Пророк сказал, что от нашего народа родится Спаситель мира. И другой, там, Исаия сказал, от рода Давидова, там, в Вифлееме. И все было предречено. И поэтому для доказательства этого момента, то есть его родословные иудеям и прочим жителям Израиля, которые в ветхозаветной, так сказать, религии существовали на тот момент, это и писались, особенно Матфей, это подробненько так написал. То есть это документ. То есть это, ну, как паспорт, можно так сказать, который неоспорим. И поэтому ветхозаветная церковь вела целые книги родства, кто от кого родился, кто какому колену Израилем он, так сказать, восходит. И эти там столетиями книги переписывались и записывались, поэтому все совершенно четко понимали, что ничего тут, никакой не самарянин Христос, а он из рода Давидова родился, в Вифлееме именно родился. То есть это все знали люди, ну, понятно, что были люди, которые клеветали и распространяли различные слухи, что там он бесноватый, что он там самарянин, там еще что-то, всякая гадость, говорили на Христа. Хотя все, по сути, было прописано даже в родословных книгах у первосвященников. Да, и до нас все это неповрежденно сохранилось вот на протяжении двух тысяч лет уже всегда, что ничего не убавлялось? Нам это важно как памятник истории, потому что, ну, когда вот я, например, читаю эти имена, я вижу там имена, там, есть и от Адама, есть и от Авраама, то есть два родословия, у Матфея и, по-моему, у Луки. И вот, соответственно, я вижу те имена людей, которые жили там много тысяч лет назад, еще до потопа жили люди, да, есть такое родословие. И, конечно же, это очень интересно и полезно с точки зрения, как Господь устраивает судьбу родившегося человека, сейчас родился, чтобы каждый из нас родился сейчас, ему нужны поколения, предшественников его, отцов, дедов, прадедов. И каждый из поколений что-то вкладывает и передает по наследственному, так сказать, принципу, по наследственности, передает следующему поколению какие-то богатства или какие-то грехи. Ну, как про Антихриста говорят, что он будет рожден блудницей 14-го колена. То есть 14 колен блудниц перед Матерью Антихриста будет. Вот здесь мы видим, что Христос родился от множества колен праведников, которые мы знаем по истории Ветхозаветной Церкви. Тот же царь Давид и другие люди, Авраам и прочие. Тот же и грешников, да, и когда там сферсавит, то есть 50-й псалом, да, когда Давид написал, вот, то есть мы видим тоже там есть были... Словом, да. Да, то есть там были, в общем-то, и люди-то, да мы все греховные, но там есть такие вот явные, и тоже Господь нам об этом говорит, о том, что не надо гнушаться. Ведь мы как бываем часто люди, например, у кого-то там родители, там, алкоголики, да, и часто там стесняются, гнушаются, что Господь показывает, что все возможно для спасения, что это не препятствие. Там была даже Руфь, которая не была даже еврейкой, то есть она была язычницей и, по-моему, мавитянкой, по-моему, соответственно, из другого колена. Но так, ведь в этом списке перечислены только те, кто веровали. Именно верою Аврааму... А та же Руфь, она же, да, в веру обратилась. Она в веру, да. Именно Аврааму вменялась в праведность его вера в единого Бога. Именно поэтому Господь его избрал из Месопотамии, из языческой страны, где многобожие. Многобожие, он был так же, жил среди язычников и грешников, и там, поклоняюсь многим Богам, но он один веровал в единого Бога, и его Господь избрал. И так и написано в Священном Писании, что Аврааму вменилась в праведность его вера, истинная вера. Так же и Руфи, когда ее приняли в дом свой, она же сказала матери своей приемной, что твой народ будет моим народом, твой Бог будет моим Богом. И эта вера ей так же вменилась в праведность. Что, собственно, сейчас с нами происходит. То есть нам вменяются в праведность не какие-то добрые дела, которые мы, конечно же, должны совершать, но мы без Божьей помощи их и не совершим. Нам вменяется вера в праведность, потому что без веры все дела мертвы. Как и вера без дел, так же мертва. Вот это важно понимать. И вся эта, так сказать, цепочка имен из многих людей, она показывает, что все они были верующими. И это основное. Ну и кроме того, у нас тоже такая связь между ветхозаветными людьми и нами, праведниками. Ну, мы, может, не праведники, но так вот. То есть они не видели Господа, они жили в ожидании Мессии, да? То есть, а мы знали, что Господь был, но мы его тоже вот так вот физически не видели. Ну, действительно, точка соприкосновения Христа с человечеством, она очень краткая. По вот жительству, так сказать, на земле рода человеческого, да? То есть среди этих многих тысячелетий, там, 5728 год, что ли, в общем, сейчас уже там больше 5000 лет, да, существует это род человеческий на земле. И, соответственно, конечно же, вот эти вот там 33... Это еще до Рождества, да? Да, да, да. И 2000 сейчас, то есть... 7528. 7528. Вот так, по-моему, сейчас год идет. От сотворения мира. Соответственно, вот эти вот 33 года, которые существовал Господь здесь, в земном мире, среди рода человеческого, ну, на фоне этих семи с половиной тысяч лет, ну, это ни о чем. Да, это маленькая такая просто отметинка, но насколько изменилось человечество. И вот все человечество, которое жило до этого прикосновения Бога к роду человеческому, оно веровало в то, что он это будет, а все человечество, которое жило после его уже воскресения и восшествия на небо, оно живет верою, что это произошло. И в этом мы с ними очень близки верою, то есть они верили в грядущего, мы веруем в пришедшего, Христа. Ну, и, конечно же, мы с ними также, можно сказать, одинаково, они жили, все верующие во Христа, в ветхозаветной церкви, они также жили среди язычников, среди грешников, ну, одного лота в Содоме и Гаморе. Вспомнить, да, что там происходило, да, один, единственный, он и его семейство были спасены, все остальные просто Господь сжег огнем. И все, настолько пять городов сгорело с жителями вместе от упавшего огня с неба. И только лот, живший среди них, он все равно, он был праведником по вере своей и по чистоте нравственной, конечно. Вот, соответственно, и мы сейчас живем, ну, если там брать какую-то Европу, то близко уже к Содоме и Гаморе, и все верующие там живущие, они очень похожи на лота. Может быть, и так же произойдет в какой-то момент, что их надо, Господь будет оттуда их забирать, а это все наказывать каким-то там огнем негасающим. То есть все, пересечений очень много с ветхозаветной церкви, нашей новой заветной церкви. Поэтому люди были, есть и будут одинаковые, но верующие от неверующих отличаются коренным образом. Да, и это не какая-то отдельная каста верующих, то есть к этому каждый человек призван стать верующим. Да, эти двери открыты для каждого, то есть Господь каждому дает свободу выбора, свободу воли из явления, и поэтому, если человек хочет быть верующим, если он ищет веру, если он ищет Бога, то сам Господь, Евангелие ему отвечает. Ищи и обрящешь, стучи и отворят. То есть это, ну, вот слава Божия. Главное желание, да. Да, было бы желание. Да, у нас есть вопрос от Владислава, да. Чем отличаются мученики от великомучеников? Ну, это можно почитать их жития и увидеть, что мученики – это те, которые смертью пострадали за веру Христову, а великомученики – это те, кто прежде чем были убиты, еще перенесли огромное количество мук, страданий, мучений, которыми их пытались. Переубедить, скажем так, и привести к тому, чтобы они отвергли веру христианскую. Ну, вот там великомученик Пантелеймон, да, что там с ним только не делали, да. И там великомученик Екатерина, да, что там только с ней тоже не делали. Прежде чем убили. Вот. А мученики – это просто их взяли, ну, вот как наших новомучеников российских, да, поставили к стенке. Веруешь, веруешь – раз, пули в лоб. Вот и все. Нам бы так. Ну, каждому свое. К тому, что Господь предписал, то и будет. У нас есть звонок еще. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка Галина. Добрый вечер. У меня есть небольшая просьба, пожелание. В монастыре очень много икон. У некоторых неизвестно название, а когда узнаешь, то просто забываешь. Ну, вот, например, редкая Ченстаховская икона Богородицы. Возможно ли сделать небольшие таблички с названием икон и короткой молитвой перед образом? Благодарю вас. Да, благодарю вас. Спасибо за пожелание. Да, ну, такое оно достаточно естественное. Ну, я, вот, вы сказали, что много икон, а мощей еще больше, там, около 80, по-моему, частиц мощей. И если к каждой иконочке, к каждой частичке мощей писать таблички, ну, я не знаю, насколько это будет уместно. Ну, вот есть пример, который упомянут, Чесноховская, да, очень много, польская. Ну, можно ей, да, хотя это наша иконочка, которая была в средние века увезена в Польшу князем-перебежчиком, да, предателем. И с тех пор она там находится. А так она была у нас в Смоленске, висела эта. Это сейчас она в Ченстахово находится, а была в Смоленске. Подумаем, попробуем сделать. У нас есть еще звонок через зрителя, пожалуйста, послушаем. Батюшка, благословите. Бог благословит. В одном из отрывков Евангелия говорится, что Господь трости надломленные не переломит, или накурящегося не угасит. В другом месте Господь делает так, что дерево смоковницы засыхает. Как же так? Трости не переломит, но древо разрушают. Спаси Господи. Спасибо Господи за вопрос. Но, конечно же, речь идет о великой кротости Господа, с какой он относился к народу израильскому, к его гонителям, клеветникам и убийцам. Если Господь даже на кресте говорил «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят», то, конечно же, он в этом смысле под тростью, которую он не переломит, он подразумевал народ израильский, который против Бога пошел. То есть он их ничем, даже не то что не оскорбил, не наказал, даже слова им не говорил, а молился за них даже на кресте, за своих обидчиков. Ну, то же самое и льна не угасит. То есть он не угошал их гнев, хотя мог, как апостолу Петру сказал, «Неужели ты думаешь, что я не могу сейчас умолить Отца Моего?» И он легион ангелов мне представит. Ну, представьте, что мог сделать бы легион ангелов с Иерусалимом. Просто стереть с лица земли, и вообще там никого бы не осталось из живых. Но, тем не менее, он даже гнев их не угасает, вот этот курящийся в каждой душе против Христа пошедший. То есть в этом мы видим великое смирение и кротость Господа, чего Он, собственно, хочет, чтобы и у нас, у наших душах было по отношению к нашим клеветникам, врагам и прочим, так сказать, восстающим на нас. Но по отношению к смоковнице у него такая была позиция для того, чтобы указать и апостолам, и иудеям, что всякое древо, не приносящее плода, будет извержено, посечено, то есть срублено. И, собственно, здесь Он же что сказал? «Так как Я не нашел на тебе плода, Ты иссохнешь». И то же самое Он же, перед тем, как Его уже предали и распяли на кресте, Он же также говорил об народе израильском и плакал, что «Я, как птица, хотела собрать своих птенцов под крыльями, но так как ты, народ израильский, не узнал времени посещения твоего, оставляется дом твой пуст». Ну, что такое высохшее древо? Оно пустое, на нем не только плодов, на нем и листьев нет. То же самое и здесь. Народ израильский опустошился, то есть его после распятия Христова не осталось ни государства, ни столицы Иерусалима, ни храма, в котором они могли бы молиться и приносить свои жертвы. И уже больше двух тысяч лет это продолжается. То есть государство есть, столица Тель-Авив есть, но не Иерусалим. И храма у них по-прежнему уже больше двух тысяч лет нету, и жертвы им приносить негде. То есть они по-прежнему богооставленный народ остаются, те ветхозаветные иудеи. Хотя много сейчас евреев, которые православные, и они как раз в храм ходят, и жертву за грехи в виде проскомедийной, молитвенной, они это приносят. То есть здесь мы видим, речь шла о Смоковнице как такой, ну, как сказать, показательном таком моменте, что произойдет с народом израильским. Тем более, что Смоковница, она, ну, не является такой ценностью, как душа человеческая. На ней Господь показал, предрек, что будет с народом израильским. У нас осталось совсем немного времени, минуты две-три. Обязательно с вами поговорим о празднике введения Пресвятой Богородицы во храм. Да, будет праздник уже 4 декабря, воскресенье. Да, да, у нас праздник. Это, собственно, тот момент, когда Матерь Божия, трехлетнюю маленькую девочку, родители, следуя своему обещанию Богу, обету, привезли на Иерусалим, привели ее к храму, и Соломоны не отпустили ее, чтобы она уже жила. С трех лет она стала жить в храме Божием. Удивительно, да, совершеннолетие своего. И вот это и есть празднование, то есть когда ее ввели родители Иоаким и Анна в храм Божий по своему обету. Конечно же, с этого начинается ее служение Богу, которое началось вот в услужении в храме, а в дальнейшем, в полном ее послушании воли Божией, от нее родился Сын Божий Господь наш Иисус Христос. Но без этого вхождения в храм, введения ее во храм, конечно же, не было бы и остального ничего. То есть и здесь мы видим, что Господь таким образом показывает, что из храма Соломона благодать уходит и вселяется в Пресвятую Богородицу и рождается Сын Божий. Да, Богородица в храме, Господь ходил в храм, посещал даже там, остался, да, когда его родители святые искали. А наши вот люди современники говорят, ну, чего в храм ходить? Ну, да, не зная воли Божией, сами так грешат. Да, Богородица, Отец Емени, что вы к нам приехали, приезжайте еще. Спасибо, Господи, до свидания. На сегодня все, до свидания.